Именно археология из всех многочисленных наук, видимо, является одновременно самой увлекательной и познавательной. Трудно сказать, что одно из самых сложных, но все-таки порой бывает очень сложно найти какие-то остатки прошлого, погребенные под грудами земли, а то еще и толще воды, многие тысячи лет назад. Но несравненно труднее бывает потом докопаться до истины. В этом видео я вам хочу рассказать про самые загадочные археологические находки, которые смогли пролить свет на историю человечества. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Горшок с золотыми монетами Запас золотых монет 5 века, стоимость которых оценивается в миллионы евро, был найден погребенным в горшке под итальянским театром. Монеты были обнаружены строителями, работающими над сносом древнего здания. По данным итальянских СМИ, монеты могут стоить миллионы евро. Местный археолог Лука Ринальди назвал находку бесценной ценностью. Специалист предполагает, что монеты относятся к 5 веку и отмечает, что сохранились они даже лучше, чем следовало ожидать. Театр, над сносом которого в данный момент трудятся удачливые строители, был открыт в 1870 году. Долгое время он служил культурной ценностью страны, но в 20 веке он стал выполнять функцию кинотеатра. Закрыт дом кино был в 1997 году. Долгое время здание простояло без дела и сейчас подлежит сносу. Сообщается, что на земле, где был расположен древний театр, в ближайшем будущем построят современный многоэтажный дом. Теперь, в связи с уникальной находкой, строительные работы приостановлены. Власти страны поручили археологам продолжить раскопки, в надежде, что запас золотых монет окажется не единственным открытием, представляющим подобную ценность для истории города Кома, страны в целом и казны государства. Древние хлебные крошки Археологи из Копенгагенского университета провели новое, очень любопытное исследование в Черной пустыне в Иордании и обнаружили нечто, о чем раньше могли лишь догадываться. Ученые нашли хлебные крошки, возраст которых составляет 14 400 лет. Исследователи предполагают, что крошки в свое время были плоской бездрожжевой лепешкой, которую древние общины выпекали на раскаленных камнях. Археологам из Университета Копенгагена удалось найти 24 обгоревших комочка, которые в диаметре были примерно 2 мм каждый. После тщательного микроскопического изучения ученым удалось выяснить, что перед ними не что иное, как хлеб. Более того, в очаге, в котором было сделано открытие, исследователи обнаружили еще и зерна диких злаковых культур. На зернах были явные следы обработки. Свиток, которому 5000 лет Тайна пирамид может быть решена окончательно. Археологи обнаружили старейший в истории свиток, который подробно объясняет технологии древних египтян. Великая пирамида в Гизе – самая старая и самая большая из трех пирамид комплекса в Эль-Гизе и одной из семи чудес древнего мира. Историки полагают, что выстроена она была для фараона Хуфу. О системе строительства пирамиды споры идут уже не один десяток лет. Пьер Таллид, автор новой находки, собирается положить им конец. Археолог обнаружил свитки у самого подножия пирамиды в Гизе. Записи представляют собой дневник чиновника среднего звена, описывающего работу по транспортировке известняка из Туры в Гизу по реке. То есть египтянам вовсе не требовалось перевозить тяжелые камни вручную. Все делала за них вода. Древние рисунки Майя Семья из Гватемалы, живущая в доме возрастом 300 лет, решила сделать ремонт. Смыв штукатурку в кухне, они обнаружили фрески народа Майя, изображающие битву индейцев Майя с испанскими конкистадорами. Драгоценная роспись занимала целую стену. Изумленные историки полагают, что при строительстве дома в нем жил кто-то из принадлежавших наследникам исчезнувшей цивилизации Майя. Других объяснений ни у кого нет. Сокровища и карты для поиска вклада Молодая пара из Аризоны, решив отремонтировать кухню в своем доме, обнаружила замурованный в стену сейф. Вскрыв его, молодые люди обнаружили 50 тысяч долларов и бутылку виски 1960 года. Но самым ценным сокровищем в сейфе была карта и несколько шифрованных ключей. Изучив ее, владельцы неожиданного богатства пришли к выводу, что это не что иное, как карта расположения знаменитого клада Фореста Фенна, торговца предметами искусства, закопавшего золото и драгоценности на 3 миллиарда долларов где-то в скалистых горах. Все золотоискатели Америки ищут его уже не первое десятилетие, но никак не могут найти. Теперь у молодых жителей Аризоны есть шанс прибрать богатство к рукам. Хищник, который мог позавтракать львом Симбакубва кутока Африка. Большой лев из Африки на Суахили. Наземное млекопитающее суперхищник всех времен. Он был невероятно огромен. Вес примерно полторы тонны, что намного больше размера полярного медведя, самого большого наземного хищника сегодня. На самом деле, к львам он никакого отношения не имеет. Впрочем, как и к волкам и медведям. Слава богу, эта зверюга вымерла 23 миллиона лет назад. Симбакубва относится к отряду древних хищных млекопитающих криодонтов, что вымерли много миллионов лет назад. Размер зверя до полутора тонн, длиной 2 метра 40 сантиметров от морды до начала хвоста и ростом метр двадцать в холке. Такой зверь мог легко бы в одиночку задрать взрослого буйвола, носорога и даже молодого слона. Зубы этого примитивного хищника не были предназначены для обгладывания костей. Он мог перекусить хребет практически любого травоядного, а потом раздробить своими мощными челюстями его кости, добираясь до костного мозга. Для сравнения, череп современного льва и челюсть Симбакубва Кутаафрика. Размеры Симбакубва Кутаафрика и человека ростом метр восемьдесят. Шестисотлетняя статуэтка Будды Во время ремонта гидрозатвора ГЭС в китайской провинции Цианьси рабочих ждало неожиданное и потрясающее открытие. Когда уровень воды водохранилища упал, из-под воды показалась великолепная статуя Будды. По оценкам ученых, статуя оказалась как минимум 600 лет. Она была создана во времена династии Мин. Это одна из последних статуй Будды в Китае. Большинство их было уничтожено во время культурной революции 60-х годов. Статуя в отличном состоянии. Как говорят эксперты, вода защитила ее от эрозии. Возможно, под статуей скрывается целый древний храм. Этот вопрос в ближайшее время будут изучать археологи. Золото Недавно сотрудник водопроводной компании из Калгарии, ремонтируя ванную комнату заказчикам, обнаружил торчащий с пола блестящий кусок металла. При ближайшем рассмотрении это оказался золотой слиток весом 1 кг. Стоимость найденного золота по приблизительным подсчетам составляла около 50 тысяч долларов. По мнению экспертов, изначально клад был замурован в пол, но поскольку рядом стояла ванна джакузи, ее вибрации разрушили схрон и золото показалось на поверхности. Как честный человек, водопроводчик отдал золотой кирпич хозяевам. Трансформатор в камне По всей видимости, находка является артефактом присутствия в прошлом на Балканском полуострове какой-то древней и могущественной цивилизации, чьи технические возможности многократно превосходили развитие нашей цивилизации. В прошлом году исследовательская группа под руководством историка и фотографа Исмета Смайли в ходе очередной экспедиции в район горного хребта Шарпланина, пестрая гора Косово, обнаружили странный камнеподобный объект. При более близком рассмотрении все были поражены его формой и конструкцией. В камень были вплавлены медные проводки. Позже инженеры определили примерное назначение этого устройства. Вполне возможно, это был трансформатор. По крайней мере, современные трансформаторные катушки похожи конструкции. Кроме проводов и корпусов конструкции, есть изоляторы и контакты, по которым, по предположению ученых, поддавалось или снималось напряжение. Абсолютно не ясна технология изготовления этого устройства. По всей видимости, камень был изначально расплавлен, после чего ему придали особую форму, внедрив в него катушку, изолятор и контакты. Назначение этого устройства по-прежнему остается загадкой, ведь люди того времени просто не обладали знаниями, необходимыми для его производства и использования. Внеземное происхождение амулета Тутанхамона Австралийские ученые выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское желтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю. Об этом заявил палеонтолог Аарон Кавози со своей группой. Речь идет о почти чистом кремнеземе, так называемом ливийском стекле. Из этого материала был изготовлен ритуальный скоробей, амулет, который носил на груди фараон Тутанхамон. Образцы этого материала были найдены в египетской пустыне более ста лет назад. С тех пор ученые пытаются разгадать тайну происхождения стекла. До сих пор считалось, что оно могло сформироваться в результате атмосферного взрыва болида над поверхностью. Аарон Кавози исследовал крошечные частицы минералов. Анализ показал, что циркон сохранил свидетельство присутствия в нем в древности минерала Рейдита, который образуется только под воздействием большого давления при ударе метеорита о поверхность. Древний череп При ремонте старинного дома в шотландском городе Уэстер-Рост, построенного больше 200 лет назад, строители были шокированы, обнаружив на месте работ человеческий череп. Они тут же вызвали полицейских, а те на всякий случай археологов. Последние сообщили, что полиции нет нужды волноваться. Череп у них меньше двух столетий, а значит дело возбуждать не имеет смысла. Древняя трагедия, разыгравшаяся в доме два столетия назад, так и осталась тайной. Секретные документы нацистов Венгерская пара, затеявшая ремонт своей квартиры в Будапеште, была немало удивлена, обнаружив спрятанное в стене около 6 тысяч документов нацистов, помеченных штампом совершенно секретно. Бумаги касались Холокоста и уничтожения евреев. Историки были счастливы, однако кто спрятал документы в обычной Будапештской квартире, так и осталось неизвестным. Шпионский арсенал и автомат Семья, въехавшая в новый дом и решившая отремонтировать его, наткнулась в одно из комнат на целый шпионский арсенал. Там были аэросъемки Берлина после бомбардировки союзников времен Второй мировой, ворох Телеграмми из штаб-квартиры Британской секретной службы и даже автомат Стэн образца 40-х годов. Правда, эта находка нашла свое объяснение. Как оказалось, прежняя хозяйка дома, Эйлин Биргойн, умершая в возрасте 93-х лет, действительно была британским агентом, работавшим в Европе под прикрытием. Исторические артефакты, включая автомат, новым хозяевам дома пришлось передать представителям спецслужб. Возможно, в следующий раз, когда вы будете делать ремонт у себя дома, вам тоже удастся найти нечто дорогое, ценное и значимое для нашей истории. Подписывайтесь на канал Киртоп, смотрите видео и делитесь с ними со своими друзьями. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!